Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что Центробанк и правительство предпринимают все меры для, цитирую, снижения инфляционной напряженности. Песков добавил, что инфляция в стране выше целевых показателей, а целевой показатель сейчас, по данным ЦБ, это 4%. При этом в июле инфляция превысила 9%, то есть была более чем в два раза выше запланированного. Еще немного цифр. В этом году ранее из-за высокой инфляции Банк России поднял ключевую ставку до 18%. Объем кредитов бизнеса по итогам июня вырос в годовом выражении более чем на 20%. Задолженность по потребительским кредитам тоже растет, она увеличилась на 3,5 триллиона рублей. Ранее Путин тоже заговорил о снижении инфляции. Он призвал правительство и ЦБ усилить работу по этому вопросу и бороться с проблемой за счет, цитирую, роста предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал спросу. Так почему же Кремль все-таки заговорил об этой проблеме? Обсудим мы с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть, спасибо, что пришли. Вот такой вопрос. Вот ровно год назад в Кремле критиковали политику Эльвиры Набиулиной. Максим Орешкин тогда прям говорил о мягкой денежно-кредитной политике Центробанка, то есть буквально о нежелании повышать ставку. В итоге ставку повысили, а чиновник тогда говорил, что именно это стало причиной ослабления рубля и роста инфляции. Почему сейчас такая смена риторики? Почему Кремль вообще наконец-то решил что-то признать и о чем-то говорить об экономических проблемах? Ну, не говорить дальше об экономических проблемах невозможно, потому что они настигают. И, соответственно, Путин вчера на совещании с правительством решил поднять тему инфляции и внести свои три копейки. Веское слово сказать о том, как надо бороться с инфляцией. При этом слова его, надо сказать, немножко запоздали, потому что вся вот эта риторика, цифры, которые вы назвали чуть раньше, они тоже из его выступления и о том, что несмотря на повышение ставки, бизнес продолжает брать кредиты. Правда, это он привел данные за июнь, когда все готовились к повышению ставки, и бизнес заранее набирал кредиты, потому что дальше они стали еще дороже. И с населением та же самая история. В июле уже есть признаки того, что ни бизнес, ни население по таким ставкам в прежних масштабах брать кредиты не может, и процесс замедляется. Но суть не в этом. Самое забавное заключается в том, что начал это Путин с того, что он хвалил, как хорошо обстоят дела в российской экономике. Вот, дескать, и экономика у нас растет, и доходы, соответственно, растут, особенно доходы бюджета. И здесь ключевая фраза была произнесена, что за первые 7 месяцев года без малого 20 триллионов рублей получил российский бюджет, а это на 36% больше, чем в прошлом году за те же самые 7 месяцев. И здесь сразу вот эта цифра, она сразу все объясняет. Это и инфляцию, и экономические успехи Российской Федерации, и все, о чем говорит Эльвира Набиулина, когда повышает ставку. То есть доходы государства выросли на 36% за 7 месяцев, при этом бюджет продолжает оставаться дырявым. Это значит, что и расходы государства тоже растут. Чуть, может быть, не такими темпами, но тем не менее существенно превышающими рост экономики. А это значит, что экономика продолжает расти исключительно за счет накачки бюджета военно-промышленного комплекса. А военно-промышленный комплекс продолжает оставаться главным фактором, разгоняющим инфляцию. Что касается рецепта Путина, что бороться с ценами нужно, увеличивая предложение товаров и услуг, то здесь Набиулина уже, наверное, года полтора говорит о том, что российское производство, особенно гражданской продукции, которая удовлетворяет платежеспособный спрос, не способна наращивать выпуск, потому что, а, не хватает рабочих, и острый дефицит кадров становится все острее и острее, а кадры известно, куда деваются, а ко всем предыдущим негативным факторам, влияющим на российский рынок труда, это и война, и мобилизация, и так далее, и отток в военно-промышленный комплекс, добавилась еще и охота на мигрантов, которые открыл Следственный комитет. Соответственно, мигрантов либо отправляют на фронт рытья копы, как говорит Бастрыкин, либо просто депортируют туда, откуда они приехали, и из-за этого уже в городах российского Золотого Кольца, в магазинах Пятерочка, в какой-то момент начали пропадать продукты, потому что просто некому их разгружать. Так вот, все эти факторы никуда не деваются, а еще и к этому добавляется проблема с получением оборудования, потому что единственным последним источником получения оборудования, которое хоть как-то могло бы повысить производительность труда и сократить потребность в кадрах у российских компаний, это Китай. С Китаем сейчас, мягко говоря, тоже не все обстоит гладко, потому что торговля страдает из-за того, что китайские банки перестают обслуживать торговлю с Россией. Ну, они опасаются вторичных санкций, они опасаются того, что Россию признают страной, которая непрозрачна для международных организаций, которые борются с отмыванием денег, международным терроризмом, финансированным всего нехорошего. То есть, поскольку Россия отказалась, денонсировала соглашение об обмене налоговой информации, ну, соответственно, она перестала быть прозрачной для налоговых органов других стран, прежде всего европейских и для налоговых органов стран, которые ввели против России санкции, в том числе финансовые. Ну, соответственно, а дальше это уже прямая дорога в черный список ФАТФ, а это очень неприятная история. Да, банки со страной, которая в черном списке ФАТФ, неважно, киргизские это банки, или турецкие это банки, или китайские, дело иметь, скорее всего, совсем не захотят. По поводу Путина и его совещания еще хотела спросить. Вот он говорил на этом совещании, что, несмотря на рост ключевой ставки, проблема с ростом инфляции не уходит. Получается, он не прав здесь именно вот в том, о чем вы говорите, в том, что бюджет дырявый, в том, что эта проблема в принципе не может уйти, правильно я понимаю? Да, дело в том, что ставкой эта проблема не решается. Ставка влияет, во-первых, на потребительские расходы населения, которое покупает в кредит, и инфляция растет, и плюс еще на сектор, который выпускает гражданскую продукцию, никак не завязан на военный заказ. А инфляцию разгоняет ровно оборонная промышленность, которая работает на авансах от правительства. То есть сначала они получают деньги, а потом начинают шевелить конечностями. Вот, соответственно, там рабочие получают зарплату и тратят ее, а их продукция идет на войну, она никак не участвует в удовлетворении спроса, потому что экспортеры, они участвуют, да, они продают на экспорт товары, страна получает валютную выручку и может покупать импорт. Компании, работающие на потребительский сектор, они тоже участвуют в удовлетворении платежеспособного спроса, потому что, понятно, да, у них рабочие получили зарплату, но и то, что они произвели, тоже попало на рынок, да, то есть количество денег увеличилось на рынке, количество товаров тоже. А с военно-промышленным комплексом работает все наоборот, да, деньги они получили, на рынок принесли, а товаров больше не стало, да, товары все где-то там, чуть западнее, юго-западнее России, а сейчас уже и на российской территории утилизируются, да, их продукция. Вот, соответственно, это и есть источник инфляции, да, главный инфляциогенный фактор, как выражается в Центральном банке, это накачка бюджета деньгами, причем накачка бюджета деньгами, которые идут не в производственный сектор, не в тот сектор, который удовлетворяет спрос, а именно в сектор, который никак в этом процессе не участвует. Ну, то есть за 25 лет можно было понять, как работает экономика, и что деньги, товары и все на дереве не растет. Да, вы знаете, ну, понятно, что Набиуллин-то прекрасно понимает, но вот там Путину сказали, что, а давай попробуем наоборот. Это такая же история была с Эрдоганом, который повышали, повышали ставку, потом он уволил главу Центрального банка и сказал, а теперь давайте будем ставку снижать, и турецкая лера рухнула окончательно, да, тогда она падала, потом рухнула, ну, потом, потом он опять сменил главу Центрального банка и вроде бы как-то успокоилась на время. Вот примерно та же история с Путиным, вот повышаем ставку, не помогает, а что, может, может, как-нибудь по-другому попробует, а по-другому попробовать не получится, потому что идет война. А когда идет война, отказать военно-промышленному комплексу невозможно, потому что потом начинаются пригоженские мятежи, где снаряды, а дальше все приходится запикивать и так далее, да. Вот, поэтому пока идет война, вот эта вся история с инфляцией будет только усугубляться, причем, если раньше инфляция разгонялась на фоне роста экономики, ну, пусть формального, да, хоть как-то, то сейчас, начиная с июля, есть признаки очень быстрого замедления экономики, да, и даже в июне уже, по сравнению с маем, экономика показала отрицательный прирост. Ну, месяц к месяцу это, может, не так показательно, но уже даже в годовом выражении, уже июнь был плохим месяцем для российской экономики, резкое замедление, да. А инфляция продолжает разгоняться, инфляционные ожидания как у населения, так и у промышленности растут, да, по опросам, там, центра экономического анализа, все предприятия практически ожидают того, что не только розничные, но и отпускные цены на продукцию промышленности вырастут гораздо больше, чем 10%, там, 11, 12, 13% в ближайшее время. У статистики еще сегодня издание Белл писало о наметившемся переломе на рынке кредитования после того, как была отменена льготная ипотека, там, насколько я поняла, имелось в виду, что пузырь, который на льготной ипотеке вырос, он начал, наконец-то, сдуваться. Правильно ли это? Так ли это? Ну, под нынешние проценты, а сейчас даже по ипотеке проценты доходят, там, до 20 с небольшим процентов, 20, 21, 22 процента. Брать под такие проценты ипотечный кредит на 15, 20, 30 лет, это, ну, чистое самоубийство. Тем более, что никто не знает, что будет с рублем. Ну, хорошо, если упадет кредит, а бесценится. А если не упадет, да, никто же не знает, никто ничего не говорит. Поэтому понятно, что на рынке ипотечного кредитования пузырь начинает сдуваться, и это грозит довольно большими неприятностями строительному сектору и вообще российскому рынку недвижимости, потому что пузырь надулся. В том числе, это привело все к тому, что очень большой разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке. Да, то есть на первичном рынке, вот на строящееся жилье, только что построено новое жилье, цены высокие, потому что ипотечники приходили, а им банк говорит, ну, покупайте новую квартиру. А потом, когда люди пытаются продать эту квартиру, выясняется, что она тут же, да, через день, через два, стоит на 10-15, а то и на 30 процентов дешевле. Вот, и, соответственно, это такой капкан получился, потому что многие брали не по одному ипотечному кредиту в надежде, что вот этот неостановимый рост цен продолжится и можно будет на этом заработать. А сейчас люди, во-первых, оказались в неприятной ситуации, потому что цены перестали расти, ну, на первичном рынке, по крайней мере. А во-вторых, еще и из-за повышения ставки сейчас невозможно взять кредит на то, чтобы голые бетонные стены и отсутствие там чего бы то ни было в этой квартире новой превратить в жилье, в котором можно жить, да, на ремонт. Обычно у людей, которые тем более берут кредиты ипотечные, так вот, чтобы взять и выложить денег на ремонт, не хватает обычно, да, поэтому приходится брать потребительский кредит. И, соответственно, люди, которые приходят в банк за этим кредитом, он говорит, ну, 27% годовых. И это, конечно, очень большой удар по всем вот этим людям, да, которые оказались в неприятной ситуации, скажем так. Спасибо большое, экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блан. Спасибо, Максим, что нашли время. Спасибо вам. Это был фрагмент программы «Воздух» на канале Ходорковский Лайф. Чтобы не пропускать наши трансляции и смотреть другие интересные видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok